МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. В международной новости Госдеп США поддерживает размещение миротворцев ООН на востоке Украины. Но они должны размещаться не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и на границе непризнанных народных республик с Россией. Наша цель проста. Мы хотим восстановить украинскую территориальную целостность и защитить украинцев вне зависимости от их религиозной, этнической принадлежности или языка, заявил представитель Госдепа Хезер Науэрт. Напомним, что Россия 12 сентября направила в Совбез ООН проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе. В проекте отмечалось, что миссия будет учреждена после полного разведения сил и средств сторон от фактически существующей линии соприкосновения на период в 6 месяцев. В документе также говорится о полном уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Инициативу Москвы поддержал глава немецкого МИДа Зигмар Габриэль, который отметил, что Евросоюз давно выступает за отправку в Донбасс вооруженной миротворческой миссии для контроля за соблюдением перемирия и для отвода тяжелых вооружений. По его словам, этот шаг уже давно назрел, поскольку по сообщениям мониторинговой миссии ОБСЕ обе стороны конфликта нарушают режим прекращения огня. Представления Украины и Европы об этой миссии вполне могут отличаться от российских, но к общему мнению приходит не сразу, заявил Габриэль. Руководитель ДНР Александр Захарченко в свою очередь выразил сомнение, что Киев отведет войска от линии соприкосновений. Киев этого никогда не сделает. Будут там миротворцы или нет. Киев готовится к войне, сказал Захарченко. Российские новости. В Владивостоке в условиях строгой безопасности прошел предпремьерный показ фильма Алексея Учителя Матильда. Накануне митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин призвал показать хулителям святынь свою православную веру и любовь к святым царственным мученикам. В то время как Владивосток готовился к показу, в Москве офис адвоката режиссера фильма сожгли две машины. На месте происшествия была найдена записка со словами «За Матильду гореть». После чего объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» отказались от показа фильма «Матильда». Причина – участившиеся угрозы в адрес кинотеатров. Еще в начале февраля некая общественная организация христианское государство «Святая Русь» разослала в российские кинотеатры письмо с требованием отказаться от показа фильма «Матильда». В тексте письма фильм назван «Сатанинской грязью». А в случае выхода картины в прокат активисты пообещали, что кинотеатры будут гореть и, возможно, пострадают люди. После поджога машин пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал давление на кинотеатры неприемлемым. Отказ показывать фильм «Матильда» прокомментировал и министр культуры. «Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», – заявил он. В ответ инициатор протестных действий депутат парламента Наталья Поклонская обвинила Минкульт в том, что ведомство выдало «Матильде» прокатное удостоверение вопреки целому ряду нарушений. Оказывается, 280 миллионов бюджетных средств выделялись под сценарий фильма о балерине, а не о Николае II. По мнению Поклонской, произошла подмена сценария, нецелевое использование средств и нарушение авторских прав. А в результате снята картина, оскорбляющая чувство 100 миллионов россиян, которые считают себя христианами. К происшествиям в регионе. Указом губернатора области карантинные мероприятия установлены на значительной площади в юго-западном жилом массиве Воронежа. Неблагополучным по бешенству пунктам определена территория, ограниченная улицами Любы Шевцовой, Краснозвездной, Южноморавской, Героев Сибиряков и проспектом Патриотов. О том, что стало причиной карантина по бешенству, разбирались наши корреспонденты. В тихом дворе многоквартирного дома на улице Молдогвардейцев никто ничего не слышал об обезаотии бешенства. Несмотря на то, что одна из квартир в указе губернатора определена местом распространения болезни. Ничего не слышала, действительно. Вот же мы в 11 доме, первый подъезд. А несколько лет назад что-то было такое, да? Это было на Шендрикова. Здесь я не слышала. А там что было на Шендрикова? Там на рынке были когда-то собаки, сейчас их, правда, слава богу, нет. Там убрали собак. Пытаемся встретиться с хозяевами квартиры, но безуспешно. Тогда направляемся в ближайшую ветеринарную клинику, которая тоже указана как эпизоотический очаг по бешенству. Везде, где, скажем так, контактировало больное животное, считается с людьми, где контактировали, где установлены контакты, там считается эпизоотическим очагом. То есть владельцы приводили к нам на осмотр первоначально эту собаку. Ну, у нас врачи все привиты, собственно, есть соответствующие документы по этому поводу. И врач-терапевт принимал первоначально, были назначены диагностические процедуры дальше. Там было подозрение на инородное тело, действительно, эта собака съела, потом была у нее рвота кусками игрушки. То есть там было подозрение на инородное тело. Мы предложили дальше диагностические процедуры, но к нам они больше не появились. По словам доктора, хозяева больной собаки обратились в другую клинику, которая теперь тоже считается очагом болезни. Были все признаки инородного тела, то есть отсутствие аппетита и рвота. То есть признаков бешенства как таковых, то есть это параличи, глотки параличи, там, может, лицевых нервов или что-то такое, изменение в поведении, вот этого фактически не было. Почему мы подозревали, что это инородное тело? Тем не менее, у животного все-таки диагностировали бешенство. И теперь вся территория, на которой люди могли контактировать с животным, объявлена карантинной зоной. Эта площадь ограничена улицами Любы Шевцовой, Краснозвездной, Южно-Маравской, Героев Сибиряков и проспектом Патриот. На период действия карантина, в частности, запрещено проведение выставок собак и кошек, не разрешен вывоз этих животных за пределы зоны. Ограничительные мероприятия действуют до 10 ноября. Вячеслав Запорожец, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Региональные новости. Абсурдная ситуация с воронежскими рынками по-прежнему находится в центре внимания городского сообщества. Люди за многие десятилетия привыкли покупать в шаговой доступности дешевые и качественные продукты. Исторически сложившиеся места торговли устраивают и жители близлежащих районов, и предпринимателей. И когда вдруг под надуманным предлогом бюрократы в ультимативной форме требуют демонтировать ярмарочные площадки, чтобы выставить их на аукцион, это невольно вызывает возмущение. О том, как оценивают такое решение городской власти, сами воронежские предприниматели в сюжете Галины Жуковой. Как выжить представителям малого бизнеса в условиях тотального уничтожения нестационарных торговых объектов? Об этом шла речь 13 сентября на собрании представителей воронежского малого предпринимательства в помещении обкома КПРФ. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что вроде смотришь телевизор, там это Путин, Медведев рассказывают истории, что малый бизнес надо поддерживать, потому что это основа, там и все такое, это и занятость населения, и в какой-то степени основа стабильности. А когда смотришь на местах, ну такое ощущение, что чем больше говорят о поддержке малого бизнеса, тем сильнее его душат и давят. Политика двойных стандартов хорошо известна предпринимателям и работникам воронежских рынков практически во всех районах города. Представители малого бизнеса возмущают тот факт, что городская администрация стала инструментом для рыдерского захвата неугодных им рынков. Добили, дотюкали уже до того, что дальше просто откладывать нельзя. Если будем сидеть сложа руки, то, естественно, позакрывает все те ваши торговые места, о которых идет речь. Необходимо мобилизовать ни одного, ни два человека с каждого из этих рынков или торговых рядов, а как можно больше. Там, где на кон поставлены большие деньги и интересы крупных игроков, ждать изменений в лучшую сторону не приходится. Петля будет потихоньку лишь затягиваться, если, конечно, этому не противостоять. Философия методологии очень проста. Она вкладывается в уста крупных сидящих на газовой трубе, на нефтяной трубе сидящие олигархи. Есть олигархи, сидящие на земле и на кредит. Два брата, которые владеют миротоком. Они четко сказали, что, к сожалению, в этой жизни малый бизнес выживет и не есть. А брат сказал, может быть, и не выживет. Но надо с этим свыкнуться, потому что сейчас время крупных игроков. Удавка на шее воронежских предпринимателей затянулась с приходом в мэрию зама главы городской администрации Алексея Антеликаторова. Вы знаете, сколько получает зам этого мэра Антеликаторов? Ну, вы видите, наверное, в интернете. Он больше 200 тысяч получает. А спрашивается, за что мы, налогоплательщики, платим ему деньги? Ну, за что? Он что, мадель какую-то придумал экономическую, что у нас сейчас экономика так стабилизировалась? Все больше и больше ухудшается благосостояние людей. Мы уже сообщили, что не только предприниматели, но и жители микрорайона ВАИ просят чиновников оставить рынок по адресу Волгоградская, 47А, в покое. Необходимое количество подписей собрали жильцы улицы Южноморавская в защиту ярмарки, расположенной на одноименной улице. Уведомление о том, что организаторы ярмарочных площадок должны их добровольно демонтировать, пришло еще 14 августа. По уведомлению, в течение 10 дней мы должны были покинуть свое рабочее место. Но так как сейчас подан суд, нами у нас сейчас обеспечительные меры приняты, мы еще работаем. Суд по рассмотрению этого дела назначен на 3 октября, а уже 4 октября в Воронеже заявлена новая акция протеста, в которой, по прогнозам инициаторов, примут участие не менее тысячи предпринимателей. Галина Жукова, Сергей Артемов, 41 канал. Вчерашний ливень в Воронеже оказался в прямом смысле слов очистительным для северного микрорайона. Хлынувшая с неба вода не только смыла пыль с улицы тротуаров, но заодно обнаружила слабые места городской канализации. Наши корреспонденты побывали на месте событий. Последствия обильного дождя можно было наблюдать еще в середине дня, в четверг, на улице Шишкова, в месте ее пересечения с улицы Челюскинцев. Как дождь пройдет, так и все время вот здесь вода стоит. Не только здесь, вот там еще постоянно лужи текут. Очень часто. Неудобно. Вот с коляской я вот сейчас думаю, как мне идти, чтобы мне машины не обрызгали. Да, брызги здесь не только мутные, но еще и со своеобразным характерным запахом. Глубокая лужа наполнилась водой не только из колодца ливневой канализации. Сверху по улице Шишкова еще продолжал стекать зловонный ручей. Ну вообще говорят, что здесь где-то сливается канализация, вот тут недалеко. Правда, не знаю, не видела. Ну вот мы сейчас живем вот там, вот приходится вот ходить до окея, ну бывает запах тут. Есть у местных жителей и другие версии происходящего. А так, ну, смотрите, какой поток, начиная песок смывает и заканчивается. И мне кажется, все-таки с океем, что-то несовершенно они коллега проложили. Как дожди у них видно подпоры, захлебывается все. Мне так кажется. Поднявшись выше, так сказать, по течению ручья, можно обнаружить и его исток. Канализационный колодец у дома номер 142 по улице Шишкова. О вчерашнем затоплении напоминают только сухие фракции жидких бытовых отходов. А вчера удалось запечатлеть совсем другую картинку. Можно только предполагать, что произошло с подземными коммуникациями. Однако повторяемость событий наталкивает на мысль о несовершенстве инфраструктуры, которая не успевает за ростом жилых кварталов. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, Дмитрий Хлебный, 41 канал. 16 сентября в Воронежском цирке состоится премьера нового шоу продюсерского центра ГИИ Эрадзе «Гиппопотамус». В шоу принимают участие талантливые и обаятельные артисты. Большое количество животных. Украшает манеж авторский реквизит и декорации. Подробнее в сюжете Анастасии Жидких. Оп! Граво! Молодец! Вот это нигде в мире ни один бегемот не делает и не делал. «Гиппопотамус» – абсолютно новая разножанровая программа. Воронеж – один из первых городов, в котором покажут шоу. Это продюсерский эксперимент, где впервые участвуют как и начинающие артисты, так и всемирно известные профессионалы. Шоу будет настоящим цирковым спектаклем. Эксклюзивные костюмы, уникальные постановки, акробаты и артисты балеты, свет и музыка. Всегда мы чувствуем себя спокойно и уверенно, когда приезжают программы этого продюсерского центра, потому что это всегда профессиональные люди, как администраторская, административная группа, так и артисты. Это красивые костюмы, это ухоженные животные, это всегда много музыки, света. То есть зрители будут довольны, никто не уйдет разочарованный, каждый для себя найдет что-то в этих программах. Зрители ожидают семь видов обезьян с акробатической программой. Задорные лайки – долматинцы под руководством Екатерины Запашной, верблюды, олени, белые и бурые лисы. Гвоздем программы станет единственной в мире аттракцион «Гиппопотамус» под руководством народного артиста России Тофика Ахундова. На манеж выйдет сразу три огромных бегемота, каждый из которых весит больше тонны. Еще великий артист цирка Владимир Дуров говорил, что все животные подаются дрессировке, кроме гиппопотама. Тофик Ахундов – первый в мире истории человек, кто работает с группой бегемотов. Яна, Аида и Злат покажут удивительные для этих животных трюки. Отобьют ногами мяч, выстроятся в пирамиду и даже поиграют в чехарду. Больше невозможно с ними ничего делать. Все это предел. У них очень сложный характер. Нужно железно иметь выдержку, чтобы их готовить. Это прежде всего с этого. Они чувствуют слабость человека, они чувствуют слабость личности, всего. Они очень счастливые животные. Уже 16 сентября на манеже Воронежского цирка пройдет премьера нового шоу. Цена билета – от 500 до 1500 рублей. Артисты и животные ждут всех желающих насладиться цирковым спектаклем. Анастасия Житких, Валерий Бобкин, 41 канал. В погожие деньки бабьего лета воронежские садоводы подводят итоги уходящего сезона и не расслабляются, потому как не за горами осенние ненасти. И надо поспешить подготовить свой сад к зимнему покою. О сентябрьских заботах садовода рассказывает консультант передачи «Удачи» Владимир Бабенко. «Уважаемые садоводы, середина сентября, какие работы нас сейчас ожидают? Этот год складывается довольно-таки неординарно. Затяжная холодная весна, практически отсутствие лета. То есть сумма активных температур для растений недостаточно. Если виноград на сегодняшний момент идет задержка его развития где-то на месяц, то по плодово-ягодным культурам, нашим традиционным, это порядка две-две с половиной недели точно так же идет запаздывание. Поэтому сейчас не надо ждать каких-то чудес, что у нас будет лето продолжаться. Нужно использовать все эти погожие дни. На винограднике вызрела лоза. Для этого нужно собрать урожай, освободить кусты от лишней нагрузки, убрать все точки роста, которые сейчас берут все питательные вещества на себя. То есть готовить растения по винограду к зиме. Точно так же провести обработки что по винограду, что по плодово-ягодным культурам. Это фосфорокалийные удобрения, которые будут способствовать улучшению качества побегов, подготовки их к зиме, то есть ускорить эти все процессы. Провести обработки или сульфатом калия 70 грамм на 10 литров, или монофосфатом калия в расчете 15-20 грамм на 10 литров. Или же это использовать под корень, но лучше это все использовать по листу, то есть провести опрыскивание. Это будет гораздо эффективнее, через лист растения лучше всего восприняют элементы питания. То есть мы достигаем блокируемого своема азота, и растения переходят к подготовке к зиме. Точно так же необходимо провести обработки препаратами, такими как топаз, скор, топаз это в расчете 4 миллилитра на 10 литров, скор 5 миллилитров, которые у вас сняют проблему, и растения у вас уйдут очищенными в зиму от мучнистой росы, от парши. Если у вас какие растения были поражены манилиозом, сейчас эффективные обработки препаратом хорус в расчете 3 грамма на 10 литров. Необходимо вести борьбу с сорняками, проводить рыхление, то есть обеспечить аэрацию для корневой системы, то есть создавать оптимальные условия для своих питомцев, для своих растений. А теперь погоде в Воронеже и области. 15 сентября отмечается память мученика Маманта. На Руси мученика Маманта называли мамонтием овчинником или овчарником и считали покровителем овец и коз. Дело в том, что когда святой жил в пустыне, к нему приходили дикие козы, которых он доил и делал из молока сыры. В день Мамонтия не полагалось выгонять скотину со двора, в противном случае ей грозили болезни. А вот на столе 15 сентября обязательно должны быть сыр и молоко, как дань уважения покровителю Маманту. В народе подмечали, к Мамонтию черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд. Если поутру и вечером росы много, а ветра нет, значит в ближайшие дни погода будет хорошей. А синоптики 15 сентября на всей территории Воронежской области обещают ясную и теплую погоду. В Росоши, Павловске, Острогорске, Лисках и Багучаре воздух прогреется до 28 градусов тепла. На 1 градус ниже стоболь термометра поднимется в Коклее, Нижнедевицке, Бутрулиновке и Боброве. Борис Оглебский, Рамоний и Семилук, эксеноптики обещают плюс 26 выше ноля. В Воронеже 15 сентября будет ясно. Температура воздуха 26 градусов тепла, ветер южный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Это все на сегодня. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00 ровно в полдень в 19.30 и в 20.30 по московскому времени, а также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире 41 канала. Редактор субтитров А.Семкин